Всем привет, Аристарх на связи. 2 февраля 2014 года, город Киев. Я запускаю свою первую рубрику программы. Дело в том, что ввиду постоянной загруженности и неправильного планирования дня, мы не находим даже элементарного времени выйти на улицу, пройтись по лесу, посмотреть, насколько прекрасна природа зимой. Что там для этого не хватает? Не хватает просто-напросто самоорганизации. И первый выпуск программы как раз и будет посвящен одной из программ, которая решает такие задачи, решает организационные вопросы, помогает правильно спланировать ваш день. Итак, что за программа будет? Программа будет Task Manager. Подробно будет, естественно, уже не в лесу, поскольку здесь я не смогу подключить компьютер. Так вот, для того, чтобы правильно свой день спланировать, для того, чтобы найти эти свободные минуты, и главное, для того, чтобы все вовремя сделать, необходим планировщик. Лидер Таск – удобный сервис управления делами. Пользоваться сервисом очень просто. Установите программу Лидер Таск на ваш компьютер, ноутбук, планшет, айфон, айпад или смартфон на базе Android. Установите программу на компьютеры сотрудников. Составьте список задач. Поручите задачи сотрудникам через интернет. Все задачи моментально появятся на необходимых компьютерах. Приступим к самой программе Лидер Таск и рассмотрим ее интерфейс. При первом запуске у нас, поскольку нет никаких задач, естественно, у нас здесь все пусто. Некоторых это может немного пугать, потому что нет представления о том, что где куда нажимать. Но сейчас все объясню, все очень просто. Для этого список задач нужен, чтобы их можно было элементарно добавить. По левой стороне у нас высвечивается три текущих месяца. По центральной части у нас размещаются все наши задачи, которые на текущий момент имеются. В данный момент у нас их ноль, первый запуск программы. И по правой стороне у нас размещен текущий день 3 февраля по часам. Итак, первая задача и основная задача. Поскольку это менеджер задач, наш планировщик, то, соответственно, его основная часть это добавлять задачи. Поскольку мы можем на текущий момент, когда мы создаем задачу, не знать, в какой день нам ее нужно выполнить, насколько эта задача важна, то достаточно просто добавить задачу. Есть несколько способов. Первый способ – добавить и выбираем добавить задачу. Назовем ее задача 1. Также вы успели заметить, что здесь есть горячая клавиша Insert. Мы можем сделать Insert и добавить задачу 2. Также можно добавить задачу просто двойным кликом по пустой области. Задача 3. Добавим таких еще через Insert. Несколько задач, чтобы можно было работать. Вот мы их записали, все, что вспомнили на текущий момент. Теперь у нас среди всех этих задач есть необходимость выбрать, какая задача нужно ее выполнить в первую очередь, какую задачу нужно выполнить после. Для того, чтобы не распределять сразу по дням, мы берем вот здесь вот и перетягиваем. Допустим, задача 5 у нас очень важно ее нужно делать в первую очередь. Выбрали задачу, зажали клавишу Ctrl, стрелка вверх, мы поднимаем. Отключить сортировку строк. Поднимаем самый верх. Задача 7 у нас будет 2 по важности, по такому же принципу. Задача 6 у нас будет 3 по важности. Ну и 10 у нас будет где-то вот здесь. Теперь нам необходимо эти же задачи разместить уже по дням. Поскольку сейчас они не привязаны ни к какому дню, мы можем нажать на любой день недели, и у нас пусто, поскольку задач нет. Мы выбираем все наши входящие задачи, которые без даты помещаются в папку входящие. Вот и вопрос, где потерялись задачи, вот их так вот можно найти. И начинаем перемещать просто в какие дни нам нужно эти задачи выполнить. Сюда, сюда, сюда. Это допустим, следующий день у нас свободен. Это задача 6, это задача 7, это задача 11, еще одна 7 и еще одна 11. Так, все задачи у нас размещены во входящих пусто, поэтому здесь мы ни единой задачи не видим. Убираем, к примеру, день и видим, что в правой стороне, поскольку это текущий день, 3 февраля, у нас появляются 2 задачи. Эти задачи мы можем разместить в определенное время, когда мы хотим их выполнять. Просто берем и перетягиваем. В такой, в такой день. Точно так же мы можем поступить с другими днями, переходим на другой день и перетягиваем, в какое время мы будем работать над задачей. Как нам быть, если мы хотим просто сейчас увидеть все наши задачи, которые мы записали? Для этого существуют фильтры. Вот они прячутся все под стрелочкой. Мы их разворачиваем и смотрим фильтрацию все задачи. Выбрали и у нас, несмотря на то, что сегодня 3 февраля, отображаются все задачи. Таким образом мы можем взять и, к примеру, у нас вот задача, которая... Кстати, вот неудобное сейчас расположение такой идет задачи. Мы хотим ее сделать по сроку. Для этого просто фильтруем. И, допустим, задача, которая 10 февраля, мы все-таки решили, что 4 февраля ее можно сделать. Вот мы перетащили и у нас строго на 4 февраля эта задача появилась. Там, где мы уже определились со временем, вы видите, что указано еще и время после запятой от даты. Если мы хотим, к примеру, чтобы у нас сразу отобразилось только вот эти вот 3 дня, все задачи на 3 дня, мы берем мышкой и просто протягиваем. И вот на данный момент мы видим в этом столбце с 3 по 5 февраля отображение нашей задачи. Здесь, в виде календарика, эти задачи расположены. Мы можем точно так же сейчас... Вот мы уже определились со временем, что это будет в 10 утра. Либо, наоборот, мы решили, что это будет вот так вот, даже вот так вот. А эту задачу мы еще не решили, когда она будет конкретно. И переставляем ее без определенного времени. Давайте переключимся в отображении одного дня. Для этого у нас существует такой фильтр. Сегодня. Мы можем так же увидеть вообще весь месяц. Текущий месяц февраль. И еще есть один из вариантов для того, чтобы увидеть год. Мы можем переключиться и нажать выбрать. И тогда у нас отображается... Здесь вообще уходит до 2016 года. И мы берем и задачу нашу перетягиваем. Давайте сделаем так, чтобы она у нас потерялась. Это задача 5. Ушла она у нас в 2015 год, в апрель. И, к примеру, мы, находясь вот здесь, не можем вспомнить, где наша задача находится. Для этого существует поиск. Мы можем выбрать задача 5. Убрать, наверное, нужно фильтр. Все задачи. Задача 5. А, вот видите, получается, почему оно 5 выдало. Потому что 5-е, 5-е февраля. Вы обратили внимание, что все задачи здесь выглядят абсолютно однообразно и не выделяются никаким образом. Мы можем их маркировать. Для этого существуют маркеры. По умолчанию маркеров нет. Для того, чтобы создать маркер, мы выбираем лидер-таск, выбираем справочники и вот здесь выбираем маркеры. Вот у меня уже какой-то маркер был создан. Давайте удалю. И создам 3 маркера. Но пускай они будут как раз по принципу светофора. Цвет шрифта белый. Цвет выделения цветом красный. Это у нас будет первый маркер. Все прописные. А, наименование. Маркер. Маркер. Важно. Пускай у нас будет. Вот если уберем галочку все прописные, тогда у нас будет вот так. Ну, мне кажется, таким образом лучше выделяется. Нажали на ОК. Так, теперь мы сделаем желтый маркер. Маркер желтый. Пускай так и будет. Цвет шрифта. Пускай черный будет. Заливка желтая. Все прописные. И маркер зеленый. Маркер выполнен. Пускай так будет. Зеленый, да, выполнено. Белый шрифт. Зеленый текст. Значит, это темно-зеленый. Так лучше видно. Все прописные. ОК. Вот мы задали три маркера. И теперь любую из наших задач мы можем этим маркером закрасить. Если вы нажимаете двойным точком, вы увидите, во-первых, примечание. Который вы сами создали для каждой задачи в отдельности. Там, это у нас десятое примечание. Здесь примечание четвертое. Никакие сохранить не нужно нажимать. Оно запоминает так. Вот видите, десятое перешел. И у нас уже есть примечание. И по поводу маркеров. Маркеры у нас вот. И нам нужно выбрать маркер важно. Все у нас уже красненьким выделено. Здесь у нас маркер желтый пускай будет. А здесь у нас маркер зеленый. Ой, не то. Пускай тоже будет важно. И маркер выполнен. Вот у нас зеленого цвета. Вот таким образом наши маркеры отличаются. Правой кнопкой, по-моему, можно сделать то же самое. Маркеры. И выполнены зеленые. Вот он у нас тоже стал зеленого цвета. Таким образом, проще будет вам ориентироваться. В ваших задачах точно так же, когда вы открываете здесь, допустим, две недели. Вот видите, сразу видите, что это уже выполнены маркеры. Это очень важные. А это маркеры, которые не основная важность, но необходимо этой задачей заняться. Очень важно, это отмечать статус задачи. Если вы приступили, в частности, к этой задаче. Давайте сегодня поставим. Вы приступаете к задаче 5, то желательно, конечно, приучить себя, что задачи все изначально не начинаются. Вы выбираете, что задача в работе. То есть, над этой задачей вы сейчас работаете. Эта задача у вас временно, допустим, приостановлена. Вы, нажав, поставили паузу. Вам так будет проще ориентироваться. А эти задачи у вас уже выполнены. Завершено. Вот видите, задача перечеркивается и является завершенной. Вот это зелененьким тоже у нас задача завершена. Поставим завершено. Вот у нас две задачи, которые перечеркнуты. Каким образом выполнять, что задачи завершены, либо отменить это действие? Можно точно так же выбрать не начиналось. И у нас задача вернется обратно. Можно воспользоваться пробелом. И задача у нас точно так же будет опять же перечеркнута. Мы выбираем здесь третью задачу. Нажали пробел. И, допустим, мы хотим ее обратно вернуть опять же с пробелом. То есть, пробел нам позволяет отметить, что задача завершена. Но, как вы обратили внимание, можно здесь поменять и название. Это по поводу задач, которые являются у вас текущими. Ну, задачи вы можете так же создавать им определенный срок. Можно еще выбирать не только из этих календарей, можно выбирать так же отсюда. Если у вас задача, к примеру, повторяется в этот же день, каждую неделю. Тогда вы выбираете еженедельно. И эта задача каждую первую неделю по вторникам. И она у вас будет прописана на все. Это у нас задача 5. Сейчас проверим. Месяц. Вот, видите? Задача, задача. Это четвертая у нас задача была. Задача 4 у нас. Вот, даже значок стоит, что она повторяется у нас. Задача 4. Задача 4. Задача 4. Полностью везде повторяется. Либо вы хотите, к примеру, задать, что она повторяется ежегодно. Ну, в этом случае это очень просто ставить напоминание о дне рождений, к примеру. И вот у вас повтор будет. Задача 4 ежегодный. То есть 11 февраля в этом году она будет. И сразу автоматически перенесется в следующий 2015 год, тоже 11 февраля. Итак, мы разобрали задачи, которые являются задачами текущего дня. Но также бывают еще проекты, над которыми вы работаете. В проект могут входить сразу несколько задач. Каким образом нам создать этот проект? Мы, находясь здесь, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем добавить проект. Пишем название проекта. Пускай у нас и будет называться проект номер 1. Можем в комментарии написать какой-нибудь комментарий. Допустим, в комментарии, кстати, мы можем написать сдача проекта 25 мая 2014 года. Чтобы какая-то осмысленность была. Переходим во все наши... Вот опять же снимаем фильтр. Все задачи. И мы хотим в этот проект поскладывать наши задачи. Мы просто берем и перетягиваем их сюда. И эта задача, и эта задача находятся в этом проекте. Теперь, когда мы, неважно в каком дне находимся, либо в текущем дне, мы просто берем, нажимаем на проект, и наши задачи текущего проекта автоматически отображаются. Помимо проектов, существуют, так как и в нашей жизни, определенные области, в которых выполняются определенные задачи. Мы можем это разделить, допустим, на работа, дом, хобби. Допустим, такие три категории. Так вот, у нас эти категории и имеются здесь. Добавить категорию. Так и назовем их. Дом. Можно создать клавиши Ctrl-N. Ctrl-N. Работа. Опять же, Ctrl-N. Рекомендую горячие клавиши запоминать, просто будет проще работать. И хобби. Допустим, у нас хобби есть несколько. Одно хобби, например, фото. Другое хобби у нас видео. Мы берем и перетягиваем их просто сюда. Вот у нас хобби состоит из фото и видео. И если у нас эта задача относится к хобби фото, мы просто берем и перетягиваем. Вот еще хобби фото. И это у нас относится, к примеру, к видео. Вот таким образом мы структурируем полностью нашу деятельность. Еще один такой момент. Если у нас задача была завершена, у вас может быть следующим образом. Видите? Завершенные задачи не только перечеркиваются, а и пропадают из текущего дня. Вообще пропадают из любого дня. Таким образом вы можете эти задачи увидеть. Вот. Увидели, пропало. Увидели, пропало. За это отвечают горящие клавиши Ctrl-A, H. Либо через фильтр показывать завершенные задачи. Вот. Если это задача ваша, допустим, задача 32-я, она у нас стоит 7 февраля. Если мы ее перенесем на 2 февраля, то есть день, который уже прошел, мы находимся в любом дне, в текущем дне. И задача, которая не была завершена до этого дня, отмечается галочкой просроченной. Это очень стимулирует не ложиться спать до тех пор, пока у вас не будет чистый лист. Ctrl-A, H, мы можем увидеть. Все наши задачи были выполнены. Почему той третьей задачи здесь нет? Потому что она была не в этом дне, она была в воскресенье, 2-го числа. И, естественно, туда же она ушла. Но ввиду того, что она у нас была просроченная, она отображалась и в текущем дне. Что еще есть полезного в LeaderTask? В LeaderTask еще есть контакты. Каким образом нам могут быть полезны контакты? Выбираем контакты либо отсюда, либо инструменты нет, справочники, контакты, либо горячая клавиша F5. И входим в все контакты, которые у нас есть. На текущий момент у нас контактов нет. Мы берем и создаем первый же контакт. Допустим, Иванов Иван Иванович. Отображать, как Иванов Иван. И телефон у него такой. Окей, вот у нас есть Иванов Иван Иванович. Ну, допустим, создадим еще одного Петрова. Петр Петрович с телефоном таким. Кстати, это полмужской. И этому тоже желательно поменять полмужской, потому что Иван. Окей. Вот у нас есть строка «Найти контакт». Мы выбираем Иванов. Иванов Иван. Смотрим. Перейти к задаче. Отображаются все задачи, которые мы привязали к этому контакту. Мы можем также создать новую задачу. Допустим, задача 11. Также мы можем увидеть... А, я понял. Я не создал, не написал номер телефона, поэтому добавить средства связи не сделал тогда. Вот. Теперь у нас автоматически отображается. Ну, и, к примеру, еще email. Хотим добавить email. К примеру, такой. Все. У нас есть email и телефон. И когда мы, находясь в повседневных задачах, вдруг видим следующее. Иванов Иван. То мы понимаем, что эта задача непосредственно связана с этим человеком, и мы можем либо позвонить ему, прям нажав сюда на телефон, в данном случае запуститься со Skype, и звонок будет производиться через Skype, либо написать ему в письме. Выбираем либо почтовую программу, либо какой-то браузер. Также, выбрав самого Ивана, мы можем добавить еще какую-то задачу для него. Прямо вот непосредственно отсюда это можно сделать. Помним, что новая задача – это insert. Задача 77. И вот теперь, когда мы тут выберем Ивана, мы увидим, что у Ивана Иванова уже 4 задачи. Если эта задача выполнена, пробелом взяли ее и убрали. Теперь за Ивановым и Ивановым закреплено 3 невыполненных задачи. Поисков здесь несколько. Есть поиск. Давайте вот здесь отобразим все задачи. У нас, к примеру, очень много задач, и мы не можем найти какую-то определенную. Мы выбираем поиск здесь. Допустим, задача 9. Вот у нас автоматически отображается эта задача. Есть также глобальный поиск. Находится он в инструментах поиск. Либо F3, горящая клавиша. И тогда задача 11 у нас отобразится конкретно наша задача. Этот поиск осуществляется полностью по всей базе лидер-таск. И последний момент, который хотелось бы рассмотреть, это возможность воведения в печать всех ваших задач в общем. Вот, когда у нас отображены полностью все наши задачи. В данном случае у нас их 8. Мы нажимаем Alt-Ctrl-P. И вот таким образом наша задача будет выведена в печать. Если же вы находитесь в определенном дне, и у вас задачи ваши выстроены строго по часам, допустим так, вы находитесь именно в этой вкладке, то Alt-Ctrl-P выведет вам вот такой вот график. Текущий день 3 февраля, понедельник. И ваши задачи расписаны строго по дням. Когда вы находитесь конкретно в самой задаче, Alt-Ctrl-P выводит вам эту задачу, ее статус и маркер, срок, а и связи, видите. Связано с проектом 2 и с проектом фото. Вот таким образом выводит вам печать. Как удалить несколько задач? Выбираете одну задачу, с Shift-ом выбираете следующую, если это по порядку. Если вы хотите с Ctrl-ом, это выборочно. Выбрали задачи и нажали Delete. Вас переспросили лишний раз о том, что действительно ли вы хотите удалить 4 задачи, вы нажимаете Да. Ваши задачи пропадают навсегда. Если вам программа была полезна, но вы получили неполную исчерпывающую информацию и хотите продолжения обзора этой программы, пишите в комментариях внизу. Если вам был обзор интересен, ставьте лайк. Если вы хотите дальше следить за выпусками, которые будут выкладываться на этом YouTube-канале, не забудьте подписаться на него. С вами был Аристарк. Всего доброго. Дорогие зрители моего канала, я отстал от поезда, заблудился в лесу. Мне нужна ваша помощь. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. По ссылочке можно отправить через кнопку «Нравится» под этим видео. Ваш Аристарк. Пока.